Да, это не объяснить, это нужно самому прочувствовать. Как говорится, просто и со вкусом. Красивый, да, вид за моей спиной? Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то появилась у меня возможность выбраться на природу. Где-то на протяжении текущей недели дел домашних скопилось достаточно немало. Возможности вообще абсолютно никакой не было. Куда-то либо выбраться, что-то либо поснимать. Ну и у всего есть предел. Наконец-то закончились домашние дела. Появилась у меня возможность выбраться в лес. Сейчас начало марта. Сегодня, кстати, подморозило. С утра я выходил из дома. Было минус 8. Раннее утро. Время 7 утра. Сегодня выход будет такой своеобразный. Релаксовый, лайтовый. Хочу пройтись, так сказать, по своим старым местам. Взял с собой кан, в нем живец. Хочу поставить жерлички. И посидеть у костра. Отдохнуть душой и телом, так сказать. Ну и обязательно что-нибудь приготовим с вами сегодня. Так что давайте, не переключайтесь, оставайтесь со мной. Желаю вам приятного просмотра. Ничего не скажешь. Аномальная нынче зима. Вот это 2019-2020. В каких-то регионах кто-то даже снега не видел. А у нас первое число марта. Можете видеть за моей спиной, сколько снега. Еще и по градуснику минус 8. Прибыл я на место. Вокруг такая тишина. Вот, видно, солнце встает. Две жерлицы я уже поставил. Сейчас буду выставлять остальные. Вода на реке здорово упала. Метра на полтора. Так что, не знаю, будем. Но все равно будем выставлять, пробовать. Вода на реке здорово упала. Продолжение следует... Ну вот и очередная жерлица поставлена. Красивый, да, вид за моей спиной? Блин, весна минус 8, руки мерзнут. За живцом, когда руки в Кан опускаешь, достаешь, аж к рукам палка прилипает. Ну, то есть сама вот эта жердина. Посмотрите, какая красота, тишина. Вот там вот, на камеру, наверное, не будет видно. Туман над водой. Красиво очень, спокойно, так тихо. Птицы так изредка поют. Вообще, классно. Ну все, я сейчас буду ставить, продолжать вдоль берега остальные жерлицы. И надо идти за дровами, разводить костер и будем готовить кушать. Да, в этот раз проблематично жерлицы ставить. Вот, ребят, смотрите, какой жесткий наст. Сначала вот так вот протаптываешь прямо, ногами проламываешь, пробиваешь. Здесь вот у меня мои рогатки стоят подготовленные. Вот, под них чистишь, чтобы жертв можно было поставить. Использую я вот такой вот крючок небольшой, двойник. Вот. И берем живца и через жабру насаживаю. Ну, это я показываю. Может, кто не видел. Может, кому будет интересно. Коль уж пришел, снимаю для вас видео. Хоть все равно хоть что-то показывать надо. Кто-то это в первый раз кому-то это будет полезно. Все, вот так вот через жабру. Грузик у меня 7 грамм. Или 8. Ну, 7-8 грамм, в общем. Все, и тихонечко вот так опускаем жердь, чтобы у нас живец с клипса не сошел. Вот. Вот так вот. И опускаем в воду. Ну, над гладью воды он где-то 15-20 сантиметров. Все. И на размотку я оставляю где-то метра два. Вот. Потому что, ну, я знаю здесь дно, какой берег, где какие коряги. Вот. В среднем на размотку я оставляю около двух метров. Как я и говорил, из дома выходил, было минус 8. Сейчас минус 7,5. 49% влажности. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 пожарить пельмени. Взял хлеб и кетчуп, беру наши пельмени и выгружаю на сковородку. Собственно, ребят, мой обед готов. Посмотрите, что у меня получилось. Вот чай с термоса и жареные пельмени с кетчупом, с хлебом. Как говорится, просто и со вкусом. Давайте, ребят, тоже себе что-нибудь накладывайте и вам и нам приятного аппетита. Я надеюсь, ребята, вы понимаете, да, мои чувства? С неделю, наверное, не было возможности выйти в лес, а теперь вот один сижу на берегу реки, созерцаю и ем жареные пельмени с кетчупом, приготовленные с дымком на свежем воздухе. Запиваю чаем. Да, это не объяснить. Это нужно самому прочувствовать. Ну, что тут, ребята, еще сказать? Все, поел, жерлицы поставил, все дела сделал, душой отдохнул. После себя, ну, костер я затушил, после себя оставляю порядок. Эту банку не смотрите, она дежурная, она здесь нужна, то есть она здесь. То есть не я ее принес, как бы периодически я ей пользуюсь. Вот. Ну, кому интересно просто, что бывает, когда прихожу проверять жерлицы, вот, и чтобы живца не в руках от одной к другой жерлицы переставлять, просто в банку наливаю воду и с помощью нее переношу более-менее живого живца на рабочую, так сказать, на рабочую точку, где в основном срабатывают жерлицы. Так что банка здесь нужна, это, можно сказать, не мусор. Ну, все, оставляю после себя абсолютный порядок. Надеюсь, вам это видео понравилось. Спасибо, кто досмотрел до конца. Ладно, ребят, не буду затягивать, отправляюсь я домой монтировать это видео, чтобы вы смогли его посмотреть. Ну, все, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok